Привет, друзья! В каждом доме есть такой кабачок, который выкинуть жалко и что с ним делать, уже придумать сложно. А в этом видео я расскажу, что я делаю с такими кабачками. Получается очень вкусно, а готовится невероятно просто. Для приготовления данного рецепта можно использовать любые кабачки, как молодые, так и уже переросшие, как в моем случае. У меня вот такой кабачок общим весом 1,2 кг. Его необходимо хорошо помыть и очистить от шкурки и семян. Если для приготовления данного рецепта вы будете использовать молодые кабачки, у которых шкурка нежная, то ее снимать не нужно. Итак, кабачок очистили. Теперь необходимо разрезать его на несколько частей и извлечь грубые семечки. У молодых кабачков этот процесс мы пропускаем. Итак, кабачок полностью подготовили. Теперь его необходимо нарезать кубиками небольшого размера. Чем мельче вы нарежьте кабачок, тем быстрее он приготовится. Вот такого размера кабачки у меня получились. Отставляю их в сторону и приступаю к подготовке остальных овощей. Одну среднюю луковицу необходимо очистить и нарезать произвольной формой. Нарезайте лук, как вы привыкли это делать для приготовления поджарки. Но слишком мельчить не стоит. Затем необходимо одну среднюю морковь натереть на крупной терке. Когда подготовили все ингредиенты, в разогретую скулороду вливаем небольшое количество растительного масла. Выкладываем подготовленный лук и обжариваем его в течение 2-3 минут, периодически помешивая до прозрачности. Затем выкладываем морковь и обжариваем овощи вместе в течение 5-7 минут, периодически помешивая до готовности. При необходимости можно немного долить растительного масла. Затем выкладываем подготовленные кабачки и тушим овощи вместе, периодически помешивая на среднем огне до готовности кабачка. Обычно на это уходит 10-15 минут. Все зависит от того, какого размера кабачки вы нарезали. Прошло 15 минут и мои кабачки готовы. Они все стали мягкими. Теперь их необходимо посолить и поперчить по вкусу. В соли я беру примерно половину чайной ложки без горки. Перцы берите на свое усмотрение. Я использую свежемолотую смесь перцев. Теперь хорошо все перемешиваем. Накрываем крышкой, выключаем огонь и даем потомиться под крышкой еще пару минут. Тем временем в чашу блендера отправляем пару зубчиков чеснока, небольшой пучок свежего укропа и по частям добавляем пару плавленых сырков. Сырки берите хорошего качества, чтобы они хорошо плавились. Затем частями добавляем тушеные овощи. Старайтесь не использовать сок, оставшийся в сковороде, иначе намазка получится слишком жидкая. Теперь перебиваем содержимое блендера до получения однородной массы, периодически подкладывая тушеные кабачки. Готовую пасту перекладываем для хранения в чистые стеклянные банки или в любой другой контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Пока масса горячая, она довольно жидкая, но после остывания она загустеет и по консистенции станет похожа на паштет. Таким же образом перебиваем блендером оставшиеся кабачки и плавленый сырок и смешиваем все содержимое в одной емкости. Такая намазка из кабачков получается очень нежная и вкусная, с легким чесночным ароматом. Она прекрасно подходит к мясу, курице, а также в качестве овощного паштета для приготовления бутербродов. В нашей семье она пришлась по вкусу всем, и взрослым, и детям, поэтому готовлю ее очень часто в сезон кабачков. А главное, что готовится она просто из доступных продуктов, которые есть в каждом доме. Приготовьте вы намазку для бутербродов из кабачка, порадуйте себя и своих близких. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. До новых встреч, друзья! Готовьте с любовью и не бойтесь экспериментировать на своей кухне! Субтитры создавал DimaTorzok